Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, лингвистика и политика. Вы могли бы подумать, что мы этот вебинар делаем сейчас, потому что действительно противостояние России и Запада сейчас обострилось. И таким образом мы даем вам вебинар на очень актуальную на настоящий момент тему. Но это не так. Этот вебинар был запланирован нами с Виктором Владимировичем еще в конце ноября-начале декабря. И не случайно, потому что Виктор Владимирович занимается этой темой уже порядка 40 лет и опубликовал несколько статей именно по теме лингвистика и политика. И вот последнюю сдал буквально вот здесь, в этот месяц. Я в прошлом году опубликовала статью по исторической лексике, лексике, частью которой, безусловно, является политика и политические русизмы в английском языке. Собственно, поэтому мы и запланировали этот вебинар. Но действительно, тема сейчас актуальна. Тема актуальна. Вы видите, что противостояние России и Запада обостряется. И, собственно, это означает, что мы ведем актуальные в современной лингвистике, да, актуальные ведем исследования и рады, соответственно, поделиться с вами нашими изысканиями. Ну, теперь без дальнейших слов. Виктор Владимирович, вам, пожалуйста, слово. Мы рады, что вы сегодня с нами. И я уверена, что наш вебинар получится интересным и увлекательным. Спасибо. Только, Аджелик Михайлович, у меня сейчас эти стрелки исчезли. Я боюсь, что я сам не смогу переводить. Хорошо, тогда это буду делать я. Но вам просто надо мышкой подвести к этим стрелкам просто. А их нет. А вы возьмите мышку в руки и все сразу увидите. А, во-во-во-во. Да, да, да. Поэтому как вам удобно, могу делать и я. Тогда буду. Хорошо. Итак, тема объявлена. Рад всех приветствовать. Давайте не будем терять времени и пойдем по нашему пути. Значит, действительно дело не только в политике, а то, что наш русский язык настолько перенасыщен англицизмами, что это меня немножко задело. Тем более, что поскольку я занимаюсь англоязычным описанием русской культуры, знаю, что русизм тоже есть в английском языке. Меня это задело. А вот тут пишут западные специалисты, что русский язык вообще меньше всего заимствований славянских языков, венгерского, турецкого и даже из языков американских индейцев. Это, конечно, меня очень-очень обидело. Вот. И я решил все-таки показать, что русизм тоже есть в английском языке. А почему политика, мы сейчас увидим. Но вот что обижает. Давайте посмотрим пример из Агаты Кристи. Вот это вот сразу настораживает то, что русизм не нравится Агате Кристи. Ну, единственное, конечно, надо вспомнить, что Агата Кристи – это был продукт британской империи, она выросла в британской империи, на произведениях Киплинга, на стежках «Nether rhymes», включая «Ten little niggers», А потом она называет свой детектив таким образом. И поэтому неудивительно, что вот и такое отношение к России, которое характерно и сейчас. И даже если мы возьмем такой в оксфордском словаре, вот в 1834 году, в эпоху Николая I отмечен русизм «русский», поясняется, что это сленг «colloquialism», а иногда даже «derogatory». Вот пример они дают, «the Nobel Prize committee bestowed the 1958 award on Boris Pasternak because they thought it would get up the noses of the Russians». То есть они тут признаются, что Нобелевский комитет присудил премию Пастернаку, чтобы досадить русским. Не столько за какие-то качества этого романа, хотя они, безусловно, тоже есть. Однако вот в чем дело. Вот в большом оксфордском словаре, который я смотрел, и, кстати, здесь вот на изображении вы видите последний бумажный оксфордский словарь. Второе издание, второе и последнее. Следующее в 1930 году, третье издание, это будет уже цифровое. И вот в нем различные группы русизмов, администрация 29, этнонимы 48, кулинария 37, рига 23. А вот политическая лексика занимает первое место в 117 русизмах. Вот это, конечно, примечательно и дает возможность разобраться, почему они. Ну, в общем, немножко нам надо удалиться в историю. Россия всегда была на обочине европейской цивилизации. Впервые узнали не о России, когда еще было Великое княжество московское, из произведения «Фрайхер Зигмунд фон Херберштайн». Интересная была личность, который жил в той части священной Римской империи, на которой сейчас расположено государство Славинии. То есть со славянами он был знаком. И вот он в 1549 году, эпоху Ивана Грозного, давайте вспомним, публикует свое произведение «Рерум московитикарум комментарии» о Москве на латинском языке. И долгое время это был единственный надежный источник, ну, он как немец, да тошный товарищ, в сведении о России. То есть мало Европа тогда знала о России. И тогда, вот тут написано, я просто переведу, знание о России, о Сибири, Центральной Европе до XVIII века, то есть до Петра I, было очень ограничено. И вся эта территория была известна как Татари, а обитатели как Татаз, видите, Дабл Аз. В XVIII веке писатели эпохи просвещения отзывались об обитателях этой территории как Бабарос, варвары. И, в общем-то, обыгрывали близость этого названия греческому слову Тарторос, a hell-like realm in Greek mythology. Вот, видите, это, в общем-то, говорит о том, что знали о нас до этого периода. Вот такая дата примечательная для Запада. Во-первых, посмотрите, вот тут написано Россия. Нет, это не Россия, это Московия еще. И она отрезана от Балтийского моря. Отрезана она Шведской Индии, там немножко сейчас сохранились Ингер, Манцы, Шведской Эстонии, Шведской Лигонии и Герцогством Курлянским. И вообще вот всем вот этим Балтийским побережьем владела Ханзейская Лига, торговцы из Германии. То есть Россия была landlocked, как говорят англичане. Выход к морю был только к Белому, там, где Архангельск, Мурманск. Вот туда-то и рвался Иван Грозный, не добился этого. А добился этого только Петр Первый. Только Петр Первый смог выйти уже к этому, к Балтийскому морю. Но после этого дела пошли быстро. Во-первых, еще Иван Грозный покорил, как известно, ханство Казанское и Астраханское. И после покорения Казанского ханства была открыта дорога за Урал. За Урал. И туда отправились русские землепроходцы с купцами такими, как Строгановы, Денидовы, которым мудрый царь Петр Первый давал всяческие привилегии. И интересно, ведь это была эпоха великих географических открытий, эпоха of exploration, of exploration. Но русские были тогда еще не мореплаватели, они были землепроходцы. Но за сто лет русские добрались до Тихого океана, там, где сейчас Владивосток. Пересекли Берингов пролив, основали русскую Америку чуть попозже. И даже появились в Калифорнии, там Форт Рост до сих пор есть такой музей. И Россия стала распространяться очень быстро по евро-азиатскому континенту. Чем она очень озаботила ближайших соседей, прежде всего Великобритания, прежде всего Великобритания, с которой с самого начала у нас появились трения вплоть до того, что Павел I пригрозил послать своих казаков на завоевание Индии. И в Лондоне к этому отнеслись очень серьезно. Они стали рассматривать Россию как угрозу своему могуществу. И вот я познакомился с книгой такого. Он студент был, когда написал эту книгу. Я посмотрел по его источнику, дальше он нигде не упоминается. Но вот в 1904 году он написал книгу «All the Russians». В самом Сибири он написал «No Russian». То есть у него не было русского языка. «A Moscow Student Interpreter» выражает свою благодарность министру финансов «De Vitte». То есть он получил возможность в другом путешествовать. И интересно, буквально в начале своего повествования вот он задает такой вопрос «A question of questions for the British Empire is will Russia attempt to invade Индия?» То есть задумает ли Россия завоевать Индию? Ну, как видите, у Павла Кьера такая мысль в общем-то была. Была такая мысль, хотя в общем-то не все планы русских царей к сожалению осуществились. Ну вот уже к тому времени значит было опасение. И хотя тем более, что русские по окончанию Семилетней войны вошли в Берлин, но тогда повезло немецким княжеству умерла Елизавета, а ее муж Петр Третий был поклонником немецкого. Нет, нет, муж Екатерины Великой, а Елизавета наследник. Нет, нет, нет. Петр Третий, он был поклонником всего немецкого. Да, но он был наследником Елизаветы. Елизавета умерла, а ее наследник Петр Третий, который был женат действительно, на потом уже Екатерине Второй, он был поклонником всего прусского и стал прусским генералом и так далее. Поскольку русские войска вошли в Берлин, но все плоды победы он отдал своему обожаемому немецкому военному начальнику. Потом, как известно, русские казаки вошли в Париж, победив Наполеона. То есть благодарности за это у Европы не было, а была в основном подозрительность к этим русским, которые пришли откуда-то оттуда. И вообще, как они появились, вообще появление Петра Первого на окраинах Европы было неприятным сюрпризом для европейцев. Но вот наглянул 17-й год, и там Russian Revolution, они вот так сэндвичем наши обе революции, февральскую и октябрьскую, складывают в одну Russian Revolution, и большевики провозгласили на весь мир, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. И оба лидера революции, и Ленин, и Троцкий, они, в общем-то, их интересовала не только и не столько революция в России, сколько в глобальном масштабе. В глобальном масштабе. Это смертельно напугало Запад. Смертельно напугало Запад. Особенно потом, вот тут написано, мы опять победили в очередной войне, это Вторая мировая война, где значительная часть победы все-таки была благодаря нашим войскам, благодаря нашим 27 миллионам погибших россиян. И вот в 57-м году первый шок в Западу, это запуск спутника. Я это время помню прекрасно, и этот шок, в общем-то, был таким же, если не большим, чем шок запуска Гагарина. Собственно, запуск Гагарина был подготовлен, психологически Запад уже был готов после спутника. А запуск спутника России, это, ну, если бы вдруг Дуинея Папуа вдруг бы запустила что-то на Марс. Вот такой же ответ был. Они очень припугались. Американцы, тогда вскоре был Джон Кеннеди президентом, сразу же приняли на вооружение нашу систему образования в школе, потому что они, как и Дисмарк, решили, что победа за школьным учителем. И тогда появляются специалисты, советологи и криминологи. Советологи, это серьезные специалисты по России, вот тут написано, «We are forced by the nature of their occupation to draw conclusion, not always justified by facts». Вот тут признаются, что, в общем-то, но, в общем, я читал много советологов, работа у них серьезная. Серьезные работы, тут ничего не скажешь, потому что напугались, напугались Запада от того, что произошло. Но, наряду с этим, еще раньше появились криминологи, а вот эти были что-то вроде наших экстрасенсов. Они не серьезным исследованием занимались, а что такое, вот так пытались разгадать, в том числе, почему их называют криминологи, потому что их первые сведения приходили после демонстраций 1 мая и 7 ноября, когда все наше руководство появлялось на мавзолее, в центре, естественно, генеральный секретарь, а вот кто поближе к нему, это вот зависело от влияния в данный момент. И вот они вычисляли, кто теперь самый главный в Кремле, самый главный в Кремле. К нам недавно в высшую школу перевода приезжала Петриона Келли, которая написала замечательную книгу, такую ностальгическую о Ленинграде. Ленинград, Петербург, такая ностальгическая, она много была, даже какое-то время купила квартиру у нас, чтобы жить здесь. И я ее спросил, я говорю, собственно говоря, как называется ваша специалиста, потому что вот эти термины somnitologist и kremlinologist, это, в общем-то, неофициально, это вот такие профессиональные жаргон, которые они друг друга вот так называют. И из ее слов я выяснил, что, в общем-то, такого общепринятого термина нет. И она-то говорит, мне больше всего нравится, когда меня называют Russianist. Russianist. Хотя она вспомнила и написала кириллице, что, в общем-то, после образования она училась в Ленинградском университете в то время, что я си Лолон, как она написала. Ну, и вот Джон Элджил, американский лингвист, популяризатор, редактор очень солидного журнала, долгое время он был редактором, он умер, сам интервьюдал, он очень долго жил, Джон Элджил. Он писал, «As the world was in the midst of the Cold War, everything coming from the Soviet Union was considered by the official Western ideology negatively». Приятно, вот такое честное признание. Ко всему негативно относились то, что приходилось нашей стороне. И вот несмотря на то, что в 57-м году все встретили с большим энтузиазмом и на Западе тоже запуск нашего спутника, но появился целый ряд слов с негативным оттенком. С негативным оттенком. Наиболее известный, к этому времени надо сказать, в английский язык уже вошел наш суффикс нит. Через еврейский язык иидиш. Но тогда он выполнял ту же функцию, что в русском языке. Вот они на иидыше образовали такие несколько забавные для нас слова, так, ну, нудник. Или вообще нудник. Хотя у нас есть слова нуда, зануда, но вот у них нудник. Но в английский язык, в официальный английский язык вошли и получили распространение другие слова. Самое известное это наименование целого поколения. Битник. А битник, как известно, это в общем-то бунтовщик. Это бунтовщик. тот, который протестует против существующего строя. А также такие слова, как письмит, это борцы за мир, которые проплачиваются Москвой с точки зрения Запада. Почему «битник»? Те, кто выступали против войны во Вьетнаме. Против войны во Вьетнаме. Нет, битник это не любитель Битлзера. Да какие любители Битлзера, Битлзера попозже появились, в 60-х. А битники появились в конце 50-х годов. Вот. Так что вот такая токсичность русских слов. Я вам скажу, дам еще забавные примеры. Например, такой «Нао Писовский». «Писовский». 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 Ну, так мягко говоря, «отвали». Правда, россияне сказали «почище». А вот еще пример. И вот идет идеологическое развлежевание. Все, что у них это правильно, все, что у нас это неправильно. И вплоть до того, что, скажем, вот я наткнулся на такой текст, где Рус Вернер, кстати, недавно сравнительно умерла, казалось, «сингулярно спи, а спи, аспирнаж активиз spent some 15 years from 1931 to 1946». Спи, она описывается, она описывается передавала нам сведения о атомной бомбе, потому что она была близка к ученому, который симпатизировал именно Советскому Союзу. Именно Советскому Союзу. Но таким образом она не спай, а она разведчик для нас, agent. Известна история с Рифардом Зорге. Хрущеву показали фильм западный о Рифарде Зорге, который на Западе назывался «Спай Зорге». И Хрущеву фильм очень понравился. И он сказал после просмотра фильма «Вот такие фильмы нам надо создавать». И кто-то из присутствовавших сказал «Никит Сергеевич, это наш человек». Он говорит «Как наш человек?» Это наше различие. Хрущев потребовал, чтобы ему представили дело вот этого различия. Сказал, что его надо всячески популяризировать. Присвоили звание героя Советского Союза Зорге. Вот видите, что вот такое размежевание было, причем по этому размежеванию, как масонские метки политики метили себя или своих оппонентов. Вот слово «политбюро», которое пришло в западные языки, и до сих пор это слово есть даже в некоторых странах Африки. Аксфордский словарь дает, что у него 19 примеров с написанием вот видите, политбюро, и 19 примеров вот таким политбюро. Но именно второй вариант использовался в западных англоязычных публикациях. А первый вариант это в советских публикациях использовался. СЭФ это Совет экономической взаимопомощи. На Новом Арбате в Москве здание есть, но сейчас это конечно уже не СЭФ, а в советское время там это было СЭФ, и все знали это звание СЭФ. У нас СЭФ называли Council for Mutual Economic Consistence или сокращенно CMEA. На Западе только Comic Con. У нас речь шла только о странах Варшавского договора Treaty War Treaty Organization. Сейчас и тогда вспоминают на Западе это только War So Pact. Только War So Pact. Неслучайно Марио П. Американский популяризатор, лингвист итальянского происхождения в своей книге Words in Sheep's Clothing пишет It all depends which side of the fence you are on. И вот предложение, в котором я вернее не я, а Файджес Ландо Файджес в своей книге Revolutionary Russia 1991 1991 20 1991 вот здесь выделяются кавычками, а кавычки, выделение кавычками в том числе, там разные функции есть у кавычек, но в том числе кавычки это синоним выражения So кавычки, когда автор либо не согласен, либо дистанцируется с тем, кто вот употребляет такой термин. Так вот, все термины, которые здесь выделены курсивом, это были обычные термины разговорные выражения советского периода. Я их сейчас буду последовательно переводить. Буржуазные специалисты, в которых так нуждались нуждалась молодая советская власть после революции, вредители, с которыми боролись, вредители и саботажники с ними все время боролись, были такие, были, ну и самый главный враг коллективизации кулаки, кулаки, то есть лучшие, самые прибыльные, хорошие крестьяне, которых всех уничтожили в ходе программы так называемой раскулачивания, по-английски deculatization, буржуазные националисты, rightists, это правые уклонисты, зиновьи вайц, это были зиновьевцы, вот интересное выражение former people, бывшие люди, бывшие люди, я сейчас когда слышу передачи или там рассказы о Москве и всех, кто архитекторы, ученые, бывшие люди, которых выселяли из своего здания, из своего собственного здания, он архитектор этого здания, и поселяли в лучшем случае в отдельную комнату, в коммуналке где-нибудь там, и социально чуждые элементы, вот это все, все это выделяется курсивом, потому что это для западного читателя, который смотрит со своей позицией, он на другой стороне фэнс сидит, вот это все так называемые, они с этими терминами не согласны, они не согласны с архитекторами, но ключевые слова, ключевые слова, конечно, самое большое внимание было направлено на ключевые слова, и прежде всего на слово большевик, потому что большевики сделали революцию, Ленин был в голове большевиков, и конечно, в словаре вот тут видите, второе значение, первое значение там формально, кто были такие большевики, почему большевики, почему меньшевики, а вот уже для западного идеолога большевик, это a person of subversive, подрывная, or revolutionary views, an out and out opponent of the existing social order or accepted codes. Битник был это молодой большевик с западной точки зрения. Вот тут пример из книги Энджу Джекер Inside Путин's Russia. Even дав Чубайс a большевик for his ruthless methods. Ну и раз большевик такое плохое слово, быстро появляется еще более уничтожительное слово больше с написанием дважды Y или I E на конце a jocular or contagious name for a большевик. Пример Ленин and Stalin and Totsky All that больше not. Они не большевики. Они описываются этим уничижительным архитикам. Ну другим уничижительным словом было конечно слово Агитпроп. Агитпроп родился в молодой советской стране сразу после революции когда появилась необходимость популяризации взглядов большевиков когда агитация и пропаганда естественно политика пропаганда of any time пропаганда естественно был нейтральным словом я помню так же как агитатор агитатор agitate это возбуждать в плохом смысле всякие вот такие вот большевики и я помню в советское время отец естественно член партии перед проведением политинформации вот работал с блокнотом агитатора с блокнотом агитатора и вот пример из дилетристика что-то такое о советском союзе какая-нибудь такая разъяснительная клюпа я это 90-й год 90-й год оно слово у них в ходу оно у них на вооружении но это всякая подрывная подрывная агитация хотя конечно в Америке одна партия а другой может употребить вот это слово ну и естественно все все аббревиатуры советской советских организаций систем безопасности они в словаре и их знают больше или меньше самое известное конечно это КГБ кстати в Беларуси КГБ так и сохранилось вот и тут речь это latest acronym for an организация that was founded in 1917 as ДЧК и was successfully known as GPU ОГПУ НКВД и МГБ НКВД они знают потому что ГУЛАК в основном в 30-е годы сталинский ГУЛАК это период царствования НКВД ну надо сказать что русизмы они и в советском лексиконе не всегда долго держатся и многие советские ушли в области старизма ушли в области старизма и поэтому и они уходят в области старизмов вот скажем в советское время важно было подчеркнуть и доказать убедить население в том что между коммунистической партией она долгое время называлась ВКБ всесоюзная коммунистическая партия в скотах маленькой буквы большевиков между ними монолитное единство монолитное единство и вот Хедвик смис автор бестселлер о Брежневском советском союзе пишет the painstaking deception of western criminologists for example had exposed the fiction of the communist монолист то есть это фикция никакого монолита с точки зрения Смита не было вот но он рухнул вместе с Дорбачевым но вот интересно Лондман я кстати часто обращаюсь к словарю причем к цифровому словарю в интернете лондвановскому учебному словарю для меня эти словари во первых это источник самых высокочастотных слов английского языка с наиболее употребительным значением правда они испортились после того как появилось появились вот эти огромные фонды оцифрованных текстов они стали немножко калтурить эти неценные те кто стояли у источников таких словарей это Майкл Вест американский и особенно британский лексифограф Хорби в Советском Союзе это был словарь на который молились все потому что он был единственный у нас не было других словарей кроме крупных библиотек и огромное количество кандидатских диссертаций было на материале Агаты Криски и словарях Хорби то есть диссертанты получали удовольствие от чтения детектива а подтверждения находили в словарях Хорби вот и вот интересно пишет Лондман об этом слое монолиз это большая мощная организация которая не может изменять быстро и не считает идеи или чувства людей которые это влияет но пример Лондман дает все-таки из советского прошлого «the collapse of the communist monoliths in Eastern Europe» ну так не воспользоваться еще раз и порадоваться победой в холодной войне некоторые русизмы позволяют проследить динамику русификации английских слов дело в том что иногда русификация проявляется не столько в самом слове столько в значении которые оно передает например apparatus и аппарат это два интернационализма интеронимы которые в своем основном первоначальном значении они близки это аппаратура используемая для измерения чего-либо которое мы находим в лаборатории но в советское время слово аппарат в русском языке стали использовать для обозначения всех активных особенно влиятельных деятелей коммунистической партии вот пишет аксфордский словарь партии машины коммунистской партии в России в 1950-м году впервые фиксировано и вот примеры смотрите уже как сейчас употребляется Сталин's power grew from his control of the party apparatus in the provinces просто английское слово употребляется в этом значении хотя конечно это не лабораторная аппаратура а во втором примере из Кейбыш и Сайкропедия of Russia the term apparatus в скобках русизм аппарат is applied to these full-time party functionaries party functionaries ну и конечно от слова apparatus или русизм аппарат один шаг до популярного в советское время слова аппаратчик и это слово подхватили советологи кривленологи и a full-fledged аппаратчик the homely euphemism used in the party for agents and spies то есть наши аппаратчики они же еще и шпионы но вот такая борьба шла а хедрик смис который я только что упомянул after the russians is the seller of british совет soviet 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 пишет whenever russian words are well enough known to general readers to use correct russian endings such as аппаратчики i have i have so то есть он пишет что он использует множество числов тогда когда он знает что это слово очень хорошо известно но оно хорошо известно среди советологов и кривленологов а так вообще-то конечно нормально говорить они не знают нередко слова которые давно известны в английском языке приобретали вот субъектированное значение политизированное особенно в среде опять-таки кривленологов и политологов вот и сопик ну конечно знали давно английский язык этого автора и соп и то что относится к нему это получало уже определение и сопик но вот определение и сопик второе значение in relation to russian and soviet communist literature using a style or language that has hidden or ambiguous meaning especially as a device to disguise dissident political writing in allegorical form and so avoid official censorship censorship what about gatovsk собачьем сердце и мастер и маргарите кстати путеводитель по россии пишет both novels can be read as esopian attacks on moral assumptions of the bolshevik regime of the bolshevik regime вот это слово запомните мы не вернусь но особенно широко в среде криминологов советологов распространилось слово fellow traveler это попутчик но это не попутчик который сидит рядом с вами в машине в метро или в электричке а fellow traveler это термин который ввел в обращение Лев Давыдович Троцкий и так он называл литераторов которые в общем-то писали соглашаясь с большевиками но не были членами партии не были членами партии поскольку коммунисты большевики на западе стали врагами шпионами вредителями подрывными деятелями то в эпоху маккартизма когда была охота за ведьмами о которой очень часто говорил президент Трамп вот таким стал Чарли Чаплин и он своей автобиографией My Autobiography пишет он видит демонстрацию по его дому и с лозунгами Чаплин is a fellow traveler Чаплин вот попутчик большевистский попутчик и это конечно было очень оскорбительно слова такие как тэдж чистки в значении сталинских чисток 30-х годов show trials опять-таки показательные процессы на которых видные деятели революции и послереволюционную советские признавались что они японские английские угодно шпионы и вот эти слова уже конечно тоже приобретали вот такое значение хотя конечно они давно известны в английском языке и некоторые слова при этом вот теряли связь Виктор Владимирович Виктор Владимирович извините у нас был вопрос и очень такой интересный релевантный я сама хотела вклиниться и вам его задать у нас Анастасия Никитина спрашивает а почему Чаплина обвиняли в подобном по его взглядам по его взглядам он таки был друг Советского Союза и то что он говорил шло вразрез с маккартизмом поэтому его стали считать фэллоу а как же иначе он же вынужден был уехать и он переехал в Швейцарии да я помню что я не помню перед кем он выступал но в одной из своих речей со сцены театра он обратился это было во времена Второй мировой войны он обратился к аудитории сказал товарищи назвал всех товарищами да он свою биографию об этом пишет он было в его выступлении собралось огромное количество публики вот и он пишет что я начал свое выступление кавернс и там были смешки и свистки и так далее и он дальше говорит нет я именно имею слово это кавернс ботоколок первое значение это товарищи по оружию а это было в то время когда шла война Вторая мировая война и Советский Союз воевал с Германией да и нес колоссальные потери и собственно говоря Чаплин хотел призвать да и американскую общественность к тому что в общем Советскому Союзу на тот момент надо было помогать потому что он нес основное бремя войны и поэтому Чаплин так и начал свою речь но вот тем не менее вызвал на себя острейшую критику и потом его считали уже после этого другом Советского Союза как вы правильно сказали что не шло в разрез с политикой Соединенных Штатов кстати надо пояснить ведь наше советское слово было товарищ и на английский язык оно однозначно переводилось словом комрад потому что комрад это обращение членам коммунистических и рабочих партий и поэтому когда он к ним обратился комрадз вот такая реакция не случайно ведь он Чаплин снял фильм великий диктатор где он осмеял Гитлера так что в общем-то вот так вот они поэтому его и назвали и вот еще следующее выражение которое в общем-то ушло в английский язык и стали забывать что это в общем-то из русского языка peaceful coexistence peaceful coexistence вот пример посередине our plans in Asia the same as in Europe peaceful coexistence with the peoples with the workers and peasants of all nations это из интервью с Лениным и в аксфордском словаре есть ранее ранее издание есть указание на то что это именно из текста где переводили вот это интервью Ленина it was the start of a new era последний пример of peaceful coexistence between Russia and the West а сейчас стали забывать о том что это русизм и в словарях зачастую не указывается и вы знаете что меня больше всего волнует вот в этой оцифровке то что все тотальное оцифровке не зря у нас в русском языке что написано пером не вырубить топором а как легко все подчищается в интернете в статью которую я читаю сегодня википедии для себя на английском языке через два три дня смотрю а там уже изменили там уже изменили причем изменения очень часто идеологические именно в идеологических частях текста больше всего подчистки больше всего подчистки вот это меня очень очень тревожит поэтому я все-таки говорю так же как в свое время люди поголовные наша семья в то же время выкинули эти виниловые пластинки а сейчас выясняется что в общем-то звук становился тема оцифровка а вот интересная связь теряет русизм и такое слово как колхоз колхоз это конечно коллективизация сталинская коллективизация такая насильная с уничтожением кулаков дикулак кайзейшен но на английский язык естественно его быстро перевели расшифрова колхоз коллективное хозяйство коллектив фарм и вот так он и вошел в общем-то чаще всего колхоз употребляется только только если это на специальную публику на криминологов советологов на рашин а так обычно вот пожалуйста 97 год из Москва Таймс Овчаренко a former collective farm director а вот интересно что в лондоновском словаре дается определение коллектив фарм a large farm that is owned by the government and controlled by the farm workers но вот я хочу обратить ваше внимание на пример вот это пример выбранный из огромного корпуса текстов о России ну вот посмотрите milder was no longer allowed to live in riga but had been ordered to do hard physical work on a collective farm я вижу за этим предложением что это предложение о бедной латвии которые периода советского периода которые загнали насильно в колхоз ну их дело как они смотрят и рассматривают это дело но пример который поясняет значение слова должен пояснять значение слова здесь ничего не понятно что такое коллектив фарм из вот этого примера ну вот это вот идеологическая борьба никуда не денешься ну конечно очень часто мы уже с ними встречались среди русизмов популярных в среде советологов интернационализмы или вот как советует свагаст интеронимы они легче усваиваются и легче входят в английский язык и вот тут также можно проследить изменение значения слова потому что дефицит это финансовый термин это чисто финансовый термин amount by which something is better as sum of money is too small у вас 5 миллионов на вашем счете а вы должны 6 миллионов значит у вас дефицит у вас дефицит и пример но советское советский период был периодом всеобщего дефицита как этот Воланд возмущается в начальной при встрече с бездомными бирюзами чего это за что не хватит что у вас ничего нет дефицит дефицит был до самого конца и самый страшный дефицит был в эпоху Горбачева когда особенно в конце когда либерализировали цены и на полках в магазине была только морская капуста мыло и по-моему спички и вот примеры соответственно но это же слово с негативным значением вот за него как раз советологи цепляются я просто переводом буду читать следите по тексту она затем использовала небольшое количество денег чтобы покупать соу-кал дефицит goods консюмер articles that are almost always in short supply and I demand in совет shops вот видите so-called так называемые так называют это дистанцирование это в советском союзе так называют у нас дефицит это другое значение они говорят а в следующем примере из того же Эдрика Смита тут и то и то и то и русизм присутствует аналогично слово liquidate тоже финансовый термин финансовый термин когда ликвидируется какое-нибудь предприятие financial term to settle a pay or a debt и вот седьмое значение то есть liquidate конечно старинное слово давно уже пришло в английский язык а вот в двадцать четвертом году аксфордский словарь отмечает первую цитату русизма to put an end to abolish to stamp out to wipe out to kill большевики когда устраняли врагов убивали своих врагов они называли ликвидировать это эфемизм и сейчас у нас есть эфемизм только сейчас мы говорим там террорист был нейтрализован вот и очень очень понравился этот интероним западным советовым криминологом вот так Анжелика Михайловна как у нас со временем Анжелика Михайловна сейчас некоторое время требуется чтобы я микрофон включила у нас еще 29 минут хорошо и опять вот пример который призванный взлом гмановского словаря который призван пояснить значение слова thousands бренд параситикал интеллектуал nearly because they spoke a foreign language of war spectacles were systematically liquidated значит тот кто помнит Ждановскую кампанию против безродных тунеядцев поймет почему ликвидировали параситикал интеллектуал вообще-то тут интеллигенция должна стоять только за то что они говорили на иностранном языке или на сиячке ну это вот было то время когда Михалков старший Сергей писал я знаю есть еще семейки где наши хают и бронят где с умилением глядят на иностранные наклейки а сало русское ну не будем выяснять чье сало русское или украинское не можно а вот порой у нас вопрос Виктор Владимирович видите читаем ниже Иван Кослов что же появилось только после того что нет нет значение к английскому слову to liquidate финансовому термину добавилось новое значение и сейчас в общем-то его широко используют широко используют то есть слово то было но вот это добавилось новое значение так же как село у церла попутчик по путешествию по дороге оно давнее слово но сочувствующий коммунистам большевикам это вот новое значение слова многозначны возьмите такое слово когда у нас были стахановцы которые выполняли и перевыполняли много норм норм конечно это слово старинное а вот одиннадцатым значением если я не ошибаюсь какой-то год оно появилось в аксфордсе в словаре в значении норма выработки работы так что это новое значение мы с нашими студентами всегда говорим о том что вообще студенты филологических факультетов знают что есть такой способ образования как семантическая калька кальки бывают лексическими и семантическими то есть семантическая калька это когда уже существующее в английском языке в данном случае в английском языке слово принимает под воздействием внешней культуры дополнительное значение вот в данном случае это касается и глагола liquidate и слово норма как сказал норм как сказал Виктор Владимирович еще так ну тут вопрос насколько вольно и часто криминологи создавали русизм они их не создавали если вы говорите о значениях да очень вольно очень вольно они придавали они переделывали эти русизмы и давали им свое значение а русизм они русизмы законы заимствования слов и калькирования значит иногда слово меняет свою лексикограмматическую форму вот потемкинские деревни потемкинские деревни строго говоря это придумали не мы а придумали Екатерина вместе с потемкином путешествовала и вместе с ней ехали и целый ряд послов и по-моему даже какой-то один король или кто там неважно высокопоставленный и вот один из послов это и придумал пустил в ход вот этот миф о потемкинских деревне и в английском языке вот уже терезин штат was a потемкин кемп used for наци пропаганда тут просто потемкин кемп а опять-таки Hedrick Smith пишет under the czars this was called потемкин izing nowadays russians call it показуха ну вот хотите вот так вот заинствует русизм и вот то же самое коллектив коллектив изначально и сейчас чаще всего это прилагательное это прилагательное а в советском союзе в советской идеологии был культ коллектива не отрывайся от коллектива тогда всем говорили кто вот такой индивидуал вот и they saw the revolution's goal as the creation of a higher type of human being more collective прилагательное прилагательное здесь но but there was no question of forcing any peasants to join the collectives а здесь уже коллектив фармс здесь уже превращается в английском языке любой слово может превратиться в прилагательное лагун a sense of belonging not just to the collective in the abstract but to a specific factory то есть здесь Катриона Келли расскажет о том что важно было в советском союзе чтобы люди были не просто члены коллектива но члены вот какого-то конкретного коллектива а Хедвик Смит шутит о том что даже в нашем небольшом офисе мы и наши русские работники постоянно шутят о том Нью-Йорк Таймс коллективе в нашем коллективе там у него и русские работали и американцы ну и конечно все что вот как писал честный лингвист ученый Джон Элджио все что приходило от нас это это было плохо а если не было плохо надо было сделать чтобы это было плохо и вот Марио П.И. тот который пишет It depends which side of defense you are on он пишет One well-known term in use among communists is comrade I think there may be reason to предположить that the abbreviated comrade may represent a blend of communist and comrade ну вот пожалуйста скажи как больше или пример is Haider I believed значит или переступи in communist jargon to be a cadre meant to be someone trained and trained and ready to do anything anywhere for communism what еще кстати один интероним интернационализм который изначально это было значение военный термин костяк вот 10 офицеров в нужный момент этот костяк можно развернуть в полк но здесь пишет автор ин communist jargon но jargon это в общем-то язык который нехороший нехороший никаких положительных оттенков он не может придать и вот такое слово режим a government especially one that was not elected fairly or that you disapprove of for some or other reason значит режим это уже само по себе слово которое придает оттенок негативный оттенок всему окружению throughout the present world communist regimes have been built пожалуйста the consolidation of the stalinist regime it was an admission by the soviet regime все эти предложения они создают негативное окружение для описания которое предпринимает автор а вот пожалуйста посмотрите здесь что делает автор bullet ленин at the small ленин будет the central committee into giving the command for the insurrection to begin значит прибыв в смольный ленин более то нехорошее слово это настоял значит ножом горло вот заставил их ну не говоря о том что insurrection то еще одно если слово это негативное или октёбра ну весь кинематографический мир знает что фильмы Эйзенштейна октябрь бронидосис потемкин это шедевры это то на чем до сих пор учатся кинематографисты пропаганда фильм пропаганда это негативное негативное слово в лексиконе советологов Lenin's planned provocation the preemptive cool had worked здесь во-первых ну они вообще называют Russian revolution в советское время это была исключительно великая октябрьская социалистическая революция а тут provocation cool cool это переворот переворот так тело Ленина лежит в лошаде ему поклонялись там всегда очередь стояла через всю красную площадь гуском больше чем 3 человека рядом а здесь Lenin's pickled body мы говорим даже сейчас хотя переоценка того что было происходит но забальзамированные тела а не замаринованные in a wooden crypt и так далее то есть вот это стиль русизма которые переиначиваются которые вставляются в такое окружение что они поневоле становятся негативными ну и пределом вот такого очернения всего русского это книга clockwork orange был фильм такой может быть видел кто-нибудь из вас посмотрите книга в лингвистическом отношении очень интересная автор он в общем-то лингвист и он создает в этом в этой книге жаргон под названием нацать нацать это наше слово двенадцать тренадцать четырнадцать это язык преступной молодежи будущего будущего в котором много русских слов но вот друг Anthony Burgess word for a member of a gang братва a young ruffian an accomplice of a henchman of a gang leader there was me that is Alex and my three drugs that is Pete Georgie and Dean и это слово пошло вот пример восемьдесят четвертого года книга-то была написана в шестьдесят втором году восемь четвертого года и вот тут он пишет вот я просто перевожу из Times Literary Subfinance это наша английская книжка недавно вы называли совсем немного времени пришло с тех пор как New York Times называл тех кто вот этим пульверизатором в метро там всякие картинки рисовал называл их jokes to the spray can't jokes of the subways as little Picasso так что вот это слово вот пожалуйста можно видеть как превращается да посмотрите на название книг на название книг иллюстрация вот тут их стереотипа о нас первое название bears in the streets three journeys across и чейнзи гроша медведи на улицах это у них стандартно но бывает у нас ленивы здесь для лечки второе бабушка с джаней the dark route to сталин's wartime camps путешествие бабушки темная дорога к сталинским военным людьмам а вот интересно вы не сразу разгадаете третье название мэйр эндрю мэйр black earth russia формальный и он объясняет black earth это чернозем чернозем по-английски чернозем или black earth fall по-английски это осень но в общем-то и падение значит россия это черная земля после падения большевизма в коммунизме виктор владимирович у нас есть вопрос можно ли утверждать это еще по слайду потемкина да можно ли утверждать что существительные чаще или легче заимствуются чем прилагательные просто на слайде про потемкинские деревни потемкин больше схож существительным в русском можно вернуться к предыдущему слайду я помню дело в том что заимствуются политические термины и термины по своей сути они существительные вообще термины существительные в основном поэтому прилагательные редко редко заимствуются хотя в английском они могут быть потому что у нас дефицитный дефицит дефицитный они могут придать дефицит гудз и как прилагательное так что они становятся прилагательными в английском языке скорее скорее в английском языке но английский язык по своей грамматике там легче всего перелицевать грамматику слова и поэтому они это делают как хотят так и делают так у нас еще по-моему пара слайд осталось да но у нас спокойно еще 13 минут так что все в порядке хорошо ну вот чудеса политологии политики истории джордж орвелл написал книгу 1984 и 1949 и 1949 мне было 12 лет так что прочитал я эту книгу значительно позже но в советском союзе мы однозначно эту книгу воспринимали мы да и все даже соглашались идеологи сопротивлялись однозначно воспринимали что-то о нас это о нашем ужасном будущем где за всем подглядывает big brother где существует thought police который подсматривает за вашими мыслями где устраивается two minutes hate когда ненавидят вот там проклятых капиталистов буржуянов и так далее страшная комната rule 101 memory hall new speaker double think это вот двойной язык двойные стандарты prose это вот уничижительное от пролетария и так далее и так далее и вы знаете я с изумлением с изумлением последние вот вот эти нулевые годы после этого с началом этого века смотрю так это же все про них это же все про них big brother это вот тот big brother который запретил Трампу выражать свои мысли они забанили их как сейчас говорит молодежь по интернету когда за нашими мыслями следят даже вот сейчас пишут что-то такое и они у меня спрашивают что-то вы написали ну-ка мы вас проверяем big brother все время смотрят за нами ньюстик и дабл сейд это те двойные стандарты о которых сейчас все время говорит с изумлением Сергей Викторович Лавров наш знаменитый наследник громык Андрея Андрея так что вот сейчас вот так происходит вот такая трансформация перелицовка политики то что мы считали что это о нас нет это не о нас это вот так повернулась другой стороной история ну и вот я хочу сказать что очень нужен вот язык словарь словарь политолога русолога потому что вот он пишет Марио П.И. в своей книге «Шипс Клозин» он не любит нас не любил но он критически относился и к американской системе двух партий и так далее но он пишет о том что вот усилиями политиков слова зачастую начинают означать противоположное от своего первоначального значения патрия и действительно это так действительно это так ну вот смотрите кому придет в голову кто не занимается такой вот этой темой нашей темы англоязычной описания русской культуры особенно политики маскировки В Советском Союзе и в других странах войны фактически политическая или милитарная ошибка, особенно как практика против вестеринской интеллигенции. Раньше говорили, здесь стены слышат. У нас долгое время шла серия фильмов о резиденте. Я сейчас уже не помню, там возвращение резидента, ошибка резидента, просто резидент, вот эти все фильмы. И я, насколько я начитан, я больше сорока лет читаю их труды о нас и вдруг обнаруживаю, что резидент, резиденция, это слово, которое они употребляют. Они берут на вооружение нашу терминологию, в том числе и военную, разведывательную, и с удовольствием ей пользуются. The London residents are illegal agents who are members of Soviet residency in foreign countries. Можно подумать, что у них таких нет. А вот как-то я, рассматривая слово компромат, обнаружил огромное количество ссылок на вот эту статью о компромате из Википедии, по-моему, или из какой-то другой энциклопедии. Майя Грег, a Russian word Americans need to know, компромат, вот оказывается, по зарез американцам нужно это слово. All things considered, и так далее. И вот откуда взято это слово. То есть, самое неожиданное открытие делаешь, когда знакомишься с политической лексикой американских политологов, советологов, криминологов. Причем, что нужно иметь в виду, ну, вы, конечно, слышали, особенно те, которые следят за политикой, что окончание Холодной войны на Западе расценивали такую же победу, как окончание Второй мировой войны. Они медали выдавали за победу в Холодной войне. Хотя, насколько можно видеть, по крайней мере, по текстам, на мой взгляд, Холодная война не кончилась, она продолжается. Она продолжается до сих пор. Но, что получилось? Советский Союз распался в 91-м году. Они считали, что они победили. Они распустили всех своих толковых советологов. Ну, криминологи ушли, это были такие гадания на какие-то моменты. И уже прошло 30 лет. У них нет специалистов. Они плохо знают Россию. Они плохо знают Россию. Наши все время удивляются. Имейте в виду, нет у нас Западе такого интереса к миру, как у нас к Западу. Мы знаем англосаксонский мир и Западную Европу, Западную Европу, гораздо лучше, чем они, даже нас. И это опасно. Это опасно, потому что они делают выводы и наблюдения, которые абсолютно не соответствуют действительности. И очень часто я смотрю, и действительно нет у них сейчас знатоков, и нет таких, как полиции, как Хальмир Киссенджер. И предыдущие президенты, они отнюдь нас не любили. Кеннеди, до него Эйзенхауэр, Кеннеди, Рейден. Они даже клиентами, но они относились к нам большим уважением. Но это была опаска Советского Союза. И сейчас они нас не опасаются. Это, в общем-то, для них может подвернуться к лапу. У них были грамотные советчики, как вы правильно говорите, Виктор Владимирович, которые изучали нашу страну в течение многих десятков лет. То есть американское правительство, начиная примерно с запуска спутника и с полета Гагарина, стало выделять колоссальнейшие гранты на изучение русского языка, русской культуры, русской истории, для того, чтобы готовить советологов, для того, чтобы, собственно говоря, знать, с кем ты имеешь дело. И понятное дело, что у них были просто хорошие советчики в лице тех советологов, которые были подготовлены. После распада Советского Союза они решили, что можно почивать на лаврах. И, соответственно, распустили все свои факультеты, прекратились гранты, прекратилась денежная подпитка. И просто у них сейчас не то, что не хватает, а практически специалистов нет. И таким образом они вынуждены питаться информацией, которые им дают журналисты из Вашингтон-Пост и так далее, которые, в общем, очень редко соответствуют действительности. Я хочу сказать, что, например, упомянутая мной Катриона Келли, она многократно пребывала в Ленинград, жила здесь, купила квартиру. Вот это бывший советолог. Но она сходит, она тоже уже в возрасте. Конечно, моложе меня, но тем не менее. Ещё я хочу отметить одну вещь. Вот у нас в практике обучения иностранному языку мы даём страноведение, культуру страны, изучаемого языка. И я помню, что мы нежно любили Англию. Англия – это моя первая любовь. Я не встречал иностранцев, которые вот так бы нежно любили Россию. Ну, правда, в Англии, да, но это тоже пожилое поколение. Это те, которые уже не помнят. Вот, так что вот такая ситуация у нас сейчас складывается, к сожалению. Ну, в нашей культуре вообще принято, да, то есть вот уважение к другим культурам. Возможно, это в силу того, что наше государство всегда, всегда было многонациональным. И поэтому уважение к другим культурам, интерес к другим культурам у нас всегда был повышенный. И всегда было интересно, что же там у них, да. То есть с Петра Первого вот это вот где-то поклонение, где-то уважение, где-то преклонение, да, перед западной культурой, это всегда было присуще нашей стране и нашей культуре. И поэтому, конечно, мы всегда интересовались неподдельным интересом. И, да, вы правильно говорите, я тоже всегда любила ту культуру, которую я изучаю, да, и тот язык, который я изучаю. Но у них это иначе. Но, тем не менее, 15.00, Виктор Владимирович, время наше истекло. Как говорят в любимом всеми нами фильме, время ваше истекло. Вот, мы говорим вам спасибо. Для меня этот семинар был очень интересным. Я для себя тоже подчеркнула много чего нового. Спасибо большое. Мы будем ждать новых встреч. Следующий вебинар мы планируем провести в конце мая, начале июня, где будем подводить итоги конкурсов молодые Набоковы и молодые Айтматовы. Нам в общей сложности прислали порядка 80 работ, да, на эти два конкурса. Так что вот сейчас многоуважаемые жюри занимаются этими работами. И вот в конце мая, начале июня мы уже подведем окончательные итоги и объявим победителей. Спасибо вам всем большое. Я тут на удаленке одичал уже тысячу лет, не видел живых студентов. Удачи вам всем. Спасибо, Виктор Владимирович. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.